Ну наконец-таки у нас наступила зима, а то три месяца дубер стояло, только в марте выпадал снег. Я в принципе задаю вопрос, да дороги в городе хороши, но если мы шесть месяцев в городе да и заездим по крайне убитой колее, то что с нашей подвеской? К слову о том, что не только подвеска разрушается, так это крыши. Но я-то вижу, что крыши чистятся в Ленинском районе и работа ведется. 227 крыш почистили и начинали эту работу не вчера и не позавчера, мы начинали эту работу еще в декабре, даже очистку кровель проводили. И повторно это уже где-то порядка 300 миллиметров и более снежного покрова. Чем это чревато? Естественно, чревато большая нагрузка это обрушением кровель. Ну и второй момент, это сход снежного покрова с крыши непосредственно неочищенной, который может нанести этот сход вред машинам, которые припаркованы ненадлежащим образом около домов, вред здоровью и жизни людей. Случаи такие были, случаи такие были, к сожалению, даже и в нашей компании. Ну, я вот призываю, опять же, жителей нашего города быть немного повнимательнее в этот период возможного схода вот этого снега. Ну, может быть, при входе в подъезд, может быть, при выходе из подъезда все-таки осматриваться, нависла ли какая-то шапка снега, может быть, вы увидели сосулю, которая там создает угрозу жизни и здоровью там проходящих людей. И оперативно по данному вопросу обращаться в свое ближайшее дом управления. Ну, или, по крайней мере, сообщить по телефону, я его сейчас скажу, это 220721, в нашу управляющую компанию для принятия оперативных экстренных мер. Теперь крендели. Есть такая штука, предписанная вам, горожане. Ну, пункт номер один. Это указание, что сверху может обвалиться сосуля или сугроб, так что читайте, господа. Пункт номер два. Специальные ленты. Я, конечно, все понимаю, что вы невероятно круты, но сосуля или сугроб ваши понты сверху отправят в могилу. ЖЭО наши, они ограждают опасные места сигнальными лентами. И, опять же, мы просим горожан наших не срывать эти ленты, никаким образом не повреждать, не проходить под ними. Потому что если сигнальная лента вывешена, и, значит, она сделана не просто так, значит, это, опять же, угроза вашей жизни и здоровью. Ну и последний момент, который хотелось бы мне обратить внимание, это то, что мы сейчас вывесили аншлаги, на которых написано о том, что данная сторона дома опасна при прохождении. И, возможно, вам нужно перейти на другую, лучше, может быть, сторону дома. Потому что бывает, опять же, сход этих снежных, ну, снега или льда в то время, когда мы даже не работаем. Возможно, в ночное время это может быть сход. Возможно, это бывает, что пока до этого дома не дошли, но мы знаем, что этот дом опасен, эта сторона дома опасна, и мы на этой вот стороне дома вот эти вот аншлаги вывешиваем. Они яркие, они написаны красной краской, на них нужно просто обратить внимание. Ну и, соответственно, позаботиться о своей жизни и здоровье. В очередной раз, родители, а это к вам, за сосули или сугроб я буду убивать только себя. Это сверху, господа. Так что, прежде чем ваш ребенок отправится погулять, сегодня, сразу и сейчас доведите до сведения, что это такая же часть и неуправляемая, как и машина на дорогах. Так что, поняв, живите счастливо и долго, господа. Вы знаете, опять же, я вспоминаю 1986 год, дом Лесная 10А, пятилетний малыш подошел и просто палочкой постучал по водосточной трубе. Ну, со слов его бабушки, он был с бабушкой. И оторвалась в результате, я не знаю, этого или случайно, оторвалась ледяная вот эта глыба и упала на голову вот этого малолетнего ребенка. Травмы у него были несовместимы с жизнью, после чего он, ну, находился фактически в коме, не в коме, по-моему, на протяжении, по-моему, еще нескольких лет. В результате всего он все-таки умер. Поэтому, ну, естественно, надо обращать внимание, где дети ваши находятся, в зоне опасности, в зоне риска или нет. Ну, и, соответственно, принимать все меры, если этот ребенок хотя бы уже, который может понимать, что ему что-то необходимое, ну, не нужно делать. То есть это так же, как переходить, может быть, на красный сигнал, светофор. Ему нужно объяснить, что лучше вот в такой-то период или не в такой период, как таяние снега, лучше не подходить к этим водосточным трубам, не пытаться какую-то сосульку, может быть, отколоть или что-то из-за любопытства. То есть, ну, смотреть за своими детьми. Продолжение следует...